Вот девушки, у вас нет силы воли своей, в основном здесь девушки присутствуют. Вы, пожалуйста, созванивайтесь друг к другу и приглашайте друг друга выходить на улицу. Желательно каждый день, хотя бы на 15 минут. Хотя бы, лучше всего там не стоять на улице, а лучше всего бежать, лучше всего бежать или быстро идти. И я часто очень, почти каждый день, выхожу или на пробежку, или молитву читать, или лекцию слушать. Вот у вас есть речка посреди города, и там есть парт небольшой такой, и там даже вдоль речки есть дорожка такая идет. Я выхожу туда или бегать там, или ходить, просто гулять. Никого нет вообще. Где люди? Почему люди не наполняются энергией природы? Я выхожу, солнце светит. Понимаете, когда лед тает и солнце светит, такая благодать. Это все люди не видят, это они же не получают здоровье в свое сердце. Когда мы с моим помощником Максимом последний раз бегали у вас в парке по природе, мы бегали 16,5 километров, у нас вот и солнце, и свежий воздух, так хорошо. И там, кроме нас, было еще только два человека, которые наполнялись энергией природы. Там два мужичка стояли, выпивали, наполнялись по-своему, а мы по-своему. У них философская беседа тоже там была какая-то. И они выпивали, общались о жизни. Утро было, и мы вот бегали с моим другом, и все, больше никого нет. Потом пара человек вышло, и я думаю, Господи, как здорово, что есть собаки. Хоть они выводят людей погулять на улицу. Иначе бы люди вообще все сидели бы дома, и как бы, ну, вы поймите, мои хорошие, вот сейчас я вас диагностирую, не менее 40% почти у всех у вас обесточенность из-за нехватки контакта с природой. Ни конура, в которой мы живем, ни телевизор, в который мы смотрим, не дают нам энергии жить. Эта энергия идет, вы говорите, у нас в городе нет энергии, у вас в городе есть энергия. Есть улочки, есть парки, понимаете, там происходит жизнь. Вот я перед лекцией вышел буквально на 10 минут погулять перед своим домом. Я начал ходить туда-сюда, туда-сюда, и проходила одна девушка с ребенком. Она проходила мимо меня и так посмотрела, потом прошла, потом вернулась. Олег Геннадьевич! Это и есть жизнь. Когда люди здороваются друг с другом, когда они радуются, это и есть жизнь. Я вышел на улицу и получил счастье, потому что я узнал какого-то человека, он меня узнал, хоть мы никогда с ним не виделись. Мы узнали друг друга. Так люди все должны друг друга узнавать. И любить друг друга, здороваться на улице. Так должна течь жизнь в этом мире. И я просто получил вот эту энергию. Но это еще надо ценить. Надо понять, что вот мы настолько зашоренные, что мы не видим. Даже мне понадобилось много времени, хотя об этом лекции читаешь, все глубже, глубже понимать природу. То есть я когда бегаю, я слушаю лекцию наставника и смотрю на реку, смотрю на все живое вокруг, желаю всем счастья, бегу. И потихоньку, потихоньку, потому что только в аскезе приходит энергия природы, приходит в сердце человеку. Потихоньку я начинаю наполняться силой, которая дает возможность терпеть близких людей, не болеть, переваривать нормально пищу, не болеть раком и так далее. Это вся сила, которую вы часто не понимаете. Вот большинство, вот смотрите, допустим, давайте сейчас сделаем анализ своей жизни. Сейчас я вам анализ. Если я не выдерживаю характер близкого человека, если я устаю слишком сильно, если у меня нарушен сон, если я плохо перевариваю пищу, и у меня как бы постоянно что-то в животе не так, если я чувствую усталость на работе, у меня снижена концентрация внимания, у меня нарушена память, я чрезмерно напряжен или раздражителен в отношениях с близким человеком, если у меня что-то болит, что-то болит. Это значит только одна вещь, не надо никакой философии, никаких тренингов, никакого лечения, никаких больниц. Нужна только энергия природы. Для того, чтобы все, вот что я вам сейчас сказал, прошло. А если вы ее не имеете, дальше некуда идти. Если вы хотите без нее строить отношения, у вас нет сил. Если вы хотите быть здоровы, у вас нет сил. Это опыт моей 25-летней лечения людей. Мы научились и камни ставить, и травы давать. И столько всего я могу делать в лечении. Но понимаете, если человек просто элементарно не контактирует с природой, не ходит, не двигается на природе, то это лечение перестает помогать, даже если помогает. Почему? Потому что батарейка разряжается. Оказывается, на любое лечение, на любые отношения, на работу, на все, что мы делаем в этой жизни, нам нужна энергия природы. И большинство людей думают, что в основном эта энергия идет из пищи. И вот это колоссальное заблуждение. Вот если брать процентное соотношение, то из пищи идет где-то 25% и 75% идет от солнца, от ветра, от земли, от воды. И мы не умеем это брать, понимаете? У нас нет любви к воде, у нас нет любви к земле, у нас нет любви к ветру, понимаете? И поэтому мы обесточены, мы не можем отношения строить, у нас нет сил. Что нет контакта с природой, потому что только через движение на природе, и плюс любовь, и движение еще надо знать как. Нужно двигаться мягко, спокойно, плавно. Как люди начинают бегать, они сразу из себя изводят, начинают ускорение всякие, мучают свое тело. А надо просто счастливо, спокойно бежать. Понимаете, через 15 минут бега начинает батарейка включаться. 15 минут это разминка, и человеку тяжело бежать, ну, ой, я что-то не могу. Через 15 минут раз, второе дыхание появляется, с этого момента начинается заряжаться. У человека меняется настроение, он начинает чувствовать себя лучше. И самое главное в это время не разгоняться, просто бежать спокойно. В это время надо слушать лекцию, или лучше слушать лекцию, молитву лучше при ходьбе повторять. И надо продолжать бежать, бежать. Еще где-то через 20 минут очищается первый слой организма. 4 слоя всего. То есть через 35 минут бега полностью очищается первый слой организма. Этот слой связан с мыслями человека, с его сном, с его памятью, с его способностью терпеть присутствие другого человека. Усталость или бодрость. Пищеварение. Это просто 35 минут бега, мои хорошие. Легкого бега на свежем воздухе. Потому что если вы бежите, допустим, на беговой дорожке, тоже хорошо. У вас организм накапливает силу впитывать в себя энергию. Но если вы после беговой дорожки не пройдете на свежем воздухе, не пожелаете всем счастья, то вы впитаете не то. Вот вы пробежались на беговой дорожке, там нечего впитывать, да? Вы в помещении. Потом пошли опять в помещение, и в что впитаете? Не то. Кстати, вы опять не зарядитесь. Вы разомнетесь, но не зарядитесь. А мы говорим о том, чтобы заряжаться. Потому что размятый человек, у него хорошая работоспособность, у него, в принципе, пищеварение лучше работает. Но сил жить все равно нет. Что такое силы жить? А это уметь прощать, уметь любить и до конца себя отдать. Жить, понимаете, означает вот эта природа, энергия жизни. У нас ее нет, не хватает. Именно это энергии. И первый слой — это способность думать позитивно. Вот я постоянно думаю негативно, допустим. Почему? Потому что мне не хватает энергии природы. Понимаете? Как только получила энергию природы, начинаю думать позитивно. Хорошо, вы скажете, я бегать не могу, я уже возраст. Хорошо, тогда нужно идти. Вы скажете, я идти не могу, я уже возраст. Тогда нужно ползти. Если вы скажете, я ползти не могу, я уже возраст. Тогда умирай. Ну, понимаете, если человек не может двигаться, значит, он не может жить. Даже хотя бы одним пальцем человек может шевелить, он потом расшевелит весь организм. Это значит, что он может жить. Но если человек не может ничем шевелить, значит, он не может жить. Жизнь, она... Мы в движении заряжаемся, понимаете? Нам нужна природа. У меня один друг заболел в Индии тяжелой инфекцией, от которой обычно умирают. И его опытный очень врач лечил. И он им давал много всяких лекарств. И этот друг, он стал... Из него вытекала вода, он все худел, стал как скелет, ничего не помогало. И врач... Он сделал одну удивительную вещь. Он сказал, ты хочешь жить? Ему сказал, да, я хочу жить. Он сказал, тогда ты должен сделать то, что я тебе скажу. Если ты это сделаешь, значит, ты будешь жить. И он взял его, вытащил на улицу. Было страшное пекло. Это была середина лета в Индии. 45 градусов. Солнце светит с огромной силой. И он истощенный человек, который уже еле живой лежит. И он ему говорит, люби солнце, молись. Люби солнце, молись. Люби этот мир, молись. Дари всем свои силы, молись. Через два часа на солнце человек почувствовал себя лучше, и он вылечился полностью потом. Вся инфекция была убита солнцем. Потому что именно энергия солнца убивает инфекцию. А мы думаем, солнце вредно для здоровья. Почему мы так думаем? Потому что мы не хотим с ним иметь отношения. Мы не хотим им брать, отдавать, или не можем, точнее. У меня плохой контакт с солнцем с детства. Я даже не могу при свете спать. В прошлом году, когда я начал уже серьезно бегать, я сделал эксперимент с собой. Вам не надо делать такой эксперимент. Я просто хотел понять истину. Когда было жарко уже, это было в Краснодарском крае, где-то 9 утра, начинает уже, становится 35 градусов, где-то солнце страшно светит. Я в это время побежал по природе. И где-то через 35 минут бега я почувствовал, что солнце не перегружает меня, а до этого оно перегружало, а очищает меня. И я тогда понял, что нужно 35 минут бежать, чтобы солнце начало тебя очищать. И после этого я бежал еще час. Час 35. Я бежал 16 километров на солнце, и оно очищало меня, все это время очищало. И я прочистил все 4 цилиндра психических движением. А солнцем прочистилось в это время 3. И этого было достаточно для того, чтобы мне поехать в Индию и никогда не надевать головной убор. Я просто не чувствовал после этого солнца. Оно стало моим другом. Ну, то есть я не чувствовал никакой перегрузки от солнца, как будто его нет после этого. Я просто вам рассказываю сейчас о чем? О том, что мы не знаем этого мира, этой природы. Потому что мы одичали. В этих домиках своих мы одичали. А энергия солнца дает человеку любовь, победу над инфекциями, оптимизм, способность быть сильным. Чувство собственного достоинства ставит на место солнце, энергии солнца. Понимаете, мы не знаем этой силы. Мы не знаем, что солнце убивает все инфекции, оно убивает злокачественные опухоли. Я знаю много примеров, когда люди двигались сильно, человек, есть такой метод, опять не надо это делать, это не для вас. Я просто говорю, для сильных людей. Есть такие люди, которые так побеждают судьбу. Такой метод, страшный метод, лечение онкологии, злокачественных опухолей. Человек идет в пустыню, без воды, без еды, идет, 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 и солнце светит, и он всем желает счастья. Так как светит солнце, он двигается, и организм ничего не есть, он, организм начинает съедать внутри все, что не нужно. А что там не нужно больше всего? Это опухоль. И у нас сжирает просто страшной силой, потому что, чтобы организм зажрать опухоль, нужно две вещи. Нужно движение и энергия солнца. Все, больше ничего, организм не надо, и нужно, чтобы не мешали. Когда мы излишне кушаем, там, ругаемся, мы мешаем. То есть человек идет в пустыне, да? Кстати, у него солнце есть такая секта, аят, они вот на солнце смотрят, а можно себя лечить. Вы там что-то есть? Но я не в ними состою, мне много будет. Ой, простите, я состою. Вы меня раскрыли. Все, я в этой секции состою. Как называется? Аят, да? Я состою в секте аят. Нет, то, что вы там, солнце, там, нет, вы говорите одно, а там другое, там немножко совсем, это очень серьезный сектор, причем весь мир. Я не серьезный? Нет. Вы, ну, не с той стороны. Вы не слышали про нее, да? Я слышал про солнце, что оно достойно любви, достойно нашего уважения. Некоторые люди преувеличивают, они думают, что солнце — это Бог. Нет, нет, там человек думает, что он и есть Бог, он сюда пришел. Он сам. Да, он уже умер. Там же на жену перешло, там желтки пить. То есть он Бог, но умер, да? Да. Очень интересно. Да. Вы сделаны там, ну, я не буду давать подробностей, но это вот смысл. Ну, это, наверное, просто, ну, заказ психиатров, наверное, не хватает психиатрических больниц, наверное, людей, поэтому придумали такое учение. Я Бог, но умер. А солнце тут при чем? Он смотрит на солнце, надо смотреть несколько минут, потому что они глазами, там, бармата тихли, там, да. Так это можно зрение же испортить. И это исцеляет? Да, это факт. Это тоже точно исцеляет? Конечно. Там мозг, когда вы сомнили, он реально, я вот, 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 исцеляет. Солнце помогло. Да. Но там все так завербовано, вот это сердце, ужас. Мы сегодня о чем говорим? Ну, просто, я поняла уже, что нам. Да. Мы говорим сегодня о хорошем, правда? Да. Ну, замечательно. Такое весеннее солнышко. Ой, хорошее. Вам так трудно сегодня, и вообще в жизни. Вам надо всех простить. Правда ведь? А есть ли аллергия на солнце? Это есть повышенная чувствительность. Вот у меня повышенная чувствительность на солнце. Как это было? Нужно сначала, не начинать с солнца, не начинать с солнца. Нужно сначала увеличить свой контакт с водой и землей. Когда у человека перегрузка солнца, он увеличивает контакт с водой и землей. А потом, когда он прочистился водой и землей, он хорошо себя чувствует стал, у него аллергии нет, тогда он начинает контактировать с солнцем, учиться уже. У меня у жены с августа по сентябрь начинается аллергия. И она каждый вечер лежит в теплой воде. Не холодной, а теплой по 40 минут. Вода должна быть температурой тела. Так, чтобы было не холодно, не жарко. И она ест больше зелени. Зелень – это самая охлаждающая пища на земле, самая холодная. Она охлаждает. Поэтому люди в жарких странах очень много зелени едят. По этой причине. Надо есть много зелени и лежать каждый вечер по 40 минут в теплой воде и до свидания аллергии. А потом, когда аллергия прошла, можно себя закалять еще солнцем. То есть солнце восходит, на восходящее солнце самое лечебное. Бегать на восходящем солнце. И тогда солнечные каналы прочищаются в организме, и человек избавляется от всех болезней, связанных с перегрузкой солнцем. Но сначала нужно зарядиться водой. Люди, которые перегружены солнцем, чаще всего не умеют умиротворения в сердце, доброты, сострадания. Это энергия воды. Оказывается, стихии нам дают силы иметь хороший характер. Стихии так действуют. Представляете? А мы не знаем об этом.